ребята всем привет удаленки из москвы жалко что не в новосибирске живьем всех обнять поцеловать невозможно ну ладно так вот сегодня я продолжаю свою историю про людей про команды про сложности в работе тема менеджмента всякое мое вот и я выделил отдельную тему узкую которая влияет в принципе очень сильно эффективность работы команды и компании в целом особенно это когда нужно погрузиться вот есть задача нужно погрузиться вот они получаются но очень надо очень давят все клиенты все 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 вот начнем мы вот с того что я на всякий случай еще разочек о себе расскажу значит я основатель и владелец компании zephyr lab ну так я цифрками накидаю о чем мы занимаемся чем мы делаем ежегодно через нас проходит более 70 проектов есть собственные продукты которые мы развиваем создаем в основе основные проекты это системы и сервисы это больше 90 процентов моем непосредственном управлении помимо zephyr и других стартапов это порядка 12 команд и больше 50 человек ну так вот плюс-минус я прикинул вот так как презентацию я делал до момента нашей всей супер изоляции все в этом духе на тот момент работала больше половины людей удаленки теперь все 100 ну так вот это маленькая шуточка в отступлении так вот особенность нашей компании заключается в том что там уже более там пяти лет зефир занимается дизайном самого сложного абстрактного и неочевидного ну то есть к нам в основном приходят клиенты с определенной идеей и все но нет понимания как это делать как собираются строить там плюс-минус там какие-то задачи как это происходит мы редко видим грамотное т.з. ну то есть я вообще за всю историю на пару раз только видел когда т.з. был действительно существенная серьезная и проработанная боль того когда начинаешь обсуждать все эти проекты все эти идеи она резко все меняется прямо на ходу вот и поэтому это вот то что мы с чем привыкли работать то что мне очень понятно и мне вот очень хочется рассказать что как вот если ну попробовать сузить что основная проблема это ну основная засада это человеческий фактор и самое главное его скорость то есть насколько мы вот если сфокусируемся на проблему погружения то все вся история этом люди понятное дело что кто-то может сказать что как ты поставил задачу так я ее и взял мы эту прям историю даже не рассматриваем потому что это не особо интересно вот а интересно действительно вот с точки зрения меня как исполнителя когда я сталкиваюсь с какой-то задачей что-то во мне такое бурлит происходит и я вот что-то не могу это сделать вот я это называю человеческим фактом вот давайте ребят коли мы уж попробую я разбавить свой монолог некой такой игрой давайте попробуем поиграем хоть это будет сложновато с точки зрения когда это живьем гораздо интереснее и продуктивнее но так или иначе давайте попробуем я хочу вас вовлечь и показать ситуацию когда ну как бы собственно все это происходит и когда это происходит на самом деле очень позитивно что нам понадобится нам понадобится смартфон блокнот писло вот желательно ну вот именно в такой последовательности что-то это было под руками вот дальше мы приступаем к непосредственным шагам значит первый шаг мы выбирай вы выбираете одно из приложений которым вы пользовались более трех раз ну то есть это не типа поставил посмотрел закрыл вот а вот ну что то что вы там пользовали несколько хотя бы раз важный момент что кроме почты мессенджеров и соц сеточек пожалуйста потому что это прям совсем примитивно вот и теперь берем блокнотик берем руль писло ручечку или карандашик и начинаем делать следующее значит нам нужно тезисно написать что бесит и почему бесит именно это ну то есть условно прямо вот тезис что бесит и почему именно это бесит желательно не менее пяти пунктов плюс-минус сейчас вот мы две минутки я думаю что не две минутки я поменьше минутку мы сейчас выберем я наверно даже чего-нибудь повещаю вам порассказываю ну то есть условно пример как приведу вот есть та же самая почта персам сказал что почта не нужно так давайте возьмем какой-нибудь трекер или игру по есть вещи которые нас прям вот прям могут очень сильно напрягать в части интерфейса может быть части функциональности скорости то здесь очень сильно зависит от того ну какую роль вы выполняете в работе в проектах чаще всего бомбит именно это вот меня чаще всего естественно бомбит дизайн и когда я не могу дойти до ключевых каких-то моментов мне надо сто пятьсот раз это посмотреть там сделать и так далее вот не знаю например приложение полдырь из и работа с каталогом из фильтрами с ума сойти чтобы выбрать что ты хочешь это прям надо очень все здорово подумать как это сделать и покопаться или например тот же самый любые каталоги в колледж муж на дистанционке все сидим вот даже не волдырь из одну любые приложения которые связаны с вещами с доставкой у них очень фиговый фиговая лента типа новая вот и ты это и фильтрануть нормально не можешь и действительно новое и как это не персонализируется и так далее и все время хочется что-то сделать именно под себя вот в общем еще разочек тезис напишем что бесит и почему бесит именно это не менее пяти пунктов вот аж на две минуты закончились супер погнали дальше значит следующий пункт это также тезисно мы выписываем чтобы вы улучшили и почему то есть по каждому пункту ну то есть вот из этих пяти которые мы выбрали то что надписит мы собственно выбираем то что хотелось бы улучшить по нашему мнению например там улучшить функциональность или переделать вообще интерфейс или предложить какую-то знаю там тот же самый вал перес какую-нибудь опрашивал q или какой-то тесте который я прохожу и он под мои интересы мое состояние подбирает то что мне действительно интересно вот и все в этом духе или вообще делать подборку того что покупают там среднестатистические ромы квартального вот ну то есть что то такое вот тогда еще вот буквально 10 секундочек ждем то есть здесь вот нужно чтобы вот чтобы вы улучшили еще раз с разных сторон попробуйте посмотреть ну опять же как мы сейчас не говорим о том что эта задача рабочая мы говорим как вот обыватели как друзья условно вам друг показывает какое-то это приложение и спрашивает о чем ты лучше вот и чаще все мы в первую очередь начинаем конечно рассуждать относительно себя как бы мы хотели этим пользоваться вот вот здесь вот эти вот пунктики надо записать ждем еще чуть-чуть вот и теперь самый важный момент я надеюсь у всех все получилось и здесь я вам задам вопросы попробую от вас увидеть какие-то плюсики сердечки нагоньки и так далее ребята а кому хочется взять и сделать то что вы придумали с точки зрения вот чтобы улучшить вот кому хочется вот пас так сердечки лучше вот этот вот значок любо вот мне нравится это любо вижу клёво значит основной момент который я хотел здесь зафиксировать что вот в ситуации когда мы знаем что-то о от ну а видим наше приложение и так далее короче вот этот эксперимент я провел во всех своих командах и обнаружил любопытную штуку что клиентские задачи выполняются почти в семь раз медленней чем вот подобные задачки ну то есть погружение выполняется чем когда ты вот хотя бы раз два три этим пользовался меня дико замотивировал вот это вот цифра в семь раз ну реально ну то есть в два раза это еще было бы понятно но когда такая колоссальная разница хочется покопать из-за чего это происходит и я начал раскапывать и дальше собственно сейчас я вам порассказываю до чего я дошел значит эффективность работы над проектом сильно зависит от уровня и скорости вот погружения на старте вот то есть то что вот мы сейчас делали если я вам скажу типа а теперь снимаем ручник и фигачим у вас прям будет эмоциональный подъем вы захотите все это делать все будет прям мега супер и самое главное интересное что вот в рамках вот вовлечения когда происходит вот вот именно на старте она позволяет работать не только над решением проблемы ну то есть условно у нас есть конкретная задача мы типа и решаем но вот рассуждение который вот мы в том числе с вами сейчас попробовали они позволяют порассуждать на уровне новых возможностей что зачастую кстати воспринимает либо клиента либо либо клиент либо команда как креатив ну то есть это то что не очевидно то что не ожидает не ожидают сейчас вот увидеть вот и здесь возникает вопрос а что же влияет на погружение то и на скорость погружения вот и понятное дело что это не один фактор я давайте их поперечислю и более детально пройдусь по каждому значит первый фактор это личность человека характеризующая его восприятие здесь очень важно отметить что личность это не равно но но роль в команде то есть условно я могу быть дизайнером но быть очень системным я могу быть менеджером но при этом быть очень творческим да ну то есть очень креативным там и так далее вот здесь важно понимать и осознавать такую вещь что каждая личность уникальна все воспринимают по-разному ту или иную задачу и здесь вот акцентирую ваше внимание что для каждого человека вот для верита для одного человека неопределенность в задачи да то есть когда вот непонятно что делать вот вот и надо вот с этим поразбираться вот это кайф вот это для меня например а для людей другого склад личности это боль ну то есть это прям больно такие задачи решать то есть для меня например когда все понятно разложено и так далее ну это как-то не очень уже меня мотивирует что-то делать а для других людей это наоборот кайф когда все по полочкам разложили теперь вот по как на инструментики начинаем это спокойненько играть вот здесь вот это надо понять кто же вы и когда вы работаете в команде очень хорошо когда вы понимаете ваших коллег кто они в том числе ну собственно с точки зрения личности вот следующий момент это приобретенный опыт вот я буквально ну то есть опыт автопилоты паттерны которыми мы рассуждаем ну то есть здесь можно так сказать что сложная задача это то с чем я еще не сталкивался то есть вот в моей моем опыте давайте историю маленькую расскажу значит в детстве я занимался физматом и соответственно у меня был преподаватель и я был увлечен задачками с параметром вот и как-то мне препод дал задачку с параметром которую я решал несколько недель и когда он меня спросил ну чё как я выложил две амбарные тетради сказал вот тут дофига решений но ни одного нету правильно на что мне задал вопрос чувак а ты подразумевал такую еще такой момент что у тебя условиях в условиях задачи нет математического смысла я будет как ну то есть у тебя в задач просто ничего чет не хватает вот и когда я ушел с этой мысли я понял что это еще дополнительный параметр и дальше в жизни я очень приспособился начал так очень часто рассуждать кстати это мне помогло поступить в вуз я единственный на потоке решил задачку показав что они в условии задачи кое-что забыли вот в общем приобретенный опыт это такая штука которую вот надо просто понимать и тоже опять же воспринимать что мы сейчас врубили автопилот и нас понимать что с этим делать вот дальше навыки навыки это наш инструментарий который помогает нам решать ту или иную задачу здесь вот акцент акцентирую ваше внимание что не все навыки эффективны в решении задач причем чем универсальный навык в моем понимании тем ну так себе будет результат то есть ну как бы не все инструменты всегда подходят там условно здесь можно еще про красную таблетку рассказать да ну понимаете да чем то здесь что-то чего-то универсального этого не бывает к сожалению вот но при этом а при развивая определенные на сейчас модно развивать soft skills что позволяет пронизывать hard скиллы между собой и тем самым воспринимать все это что по-другому вот не буду тут рассказывать про скиллы как как это развивать и так далее просто зафиксируйте что вот навыки влияют на погружение то есть вот еще раз если один и тот же навык мы прямо под разные задачи погружаемся пытаемся погрузиться это вряд ли получится вот дальше дальше это самая клевая штука это непринятие обязательств непринятые обязательства ну то есть довольно частенько я думаю что вы все сталкивались с таким внутренним ощущением что ну хочется все что угодно сказать чтобы не брать эту задачу ну то есть это вот рассуждение как бы свалить и делать ранее на код вести я рассказывал про то что обязательства невозможно делегировать их можем только ну как бы взять вот и вот в этот момент когда мы кому-то это особенно менеджером или когда вы просите кого-то там помочь или дать комментарий посмотреть и человек говорит слушай но это ты можешь сам посмотреть тут все просто чё тут ну вот вот это все говорит о том что человек ну как бы не хочет это братья и максимально себя здесь дистанцирует от этого вот то есть это все влияет на погружение на погружение вот в задачу дальше у нас возникает ну собственно тот же самый старый вопрос так что же делать-то когда погрузиться не получается а надо вот здесь давайте я вам расскажу разные всякие лайфхаки как что можно применять значит первое это необходимо экспериментировать систем поведения восприятия в общем если простым языком диалог карандаш и референсные примеры то есть вот мы очень часто рассуждаем только в электронном виде только в электрон виде так далее вот я периодически понимаю что когда у меня включился вот этот вот тупняк то я беру листик и начинаю пытаться схемками рисовать чего я хочу здесь сделать вот причем у меня чаще всего это лучше происходит карандашиком когда мы были в офисе боже мой как я соскучился по офису в общем когда мы были в офисе у меня прям есть доска куча маркеров и вот вот это все размалевать я прям очень любил вот еще очень хороший пример это когда мы раз и переключаемся на рифе референсные примеры ну то есть где как-то по-другому это сделано и так далее то есть разные способы рассуждения влияют ну включают разные режимы работы мозга это прям наука все дела можно прям статейки почитать на эту тему вот и порой нарисовать на флипчарте гораздо проще чем написать какой-нибудь документе вот то есть вот здесь вот нужно такое переключение инсту это не про инструментарий давайте дальше второе значит все сложное состоит из простого ну тут как бы капитанство разобрать все на примитивы так как я по первой своей натуре физик вот здесь я на собственно привык к такой аббревиатуре и примитивы ну то есть я считаю что абсолютно любая задача состоит из простых элементов но здесь нужно понимать что часто одна или один из этих примитивов является основой то есть прям вот ключевой какой-то хренью которая вокруг которой все строится ну или вся задача и когда мы прокачиваем историю вот разбивки всего на примитивы учимся выявлять что-то самое основное на чем сделать акцент и она быстренько все выстраивается становится все очень понятно и здорово еще раз разобрать все на примитивы дальше research контекста со всех сторон это вот мое ключевое на им канфу это смотреть с трех как минимум сторон значит человек и человеческий фактор это наш клиент его мотивы особенности системы его восприятия и поведения и так далее данные или факты то есть то что нам непосредственно у нас есть и и дальше уже дизайн ну с точки зрения как это как этим рассуждать визуально вот нам свойственно рассуждать ну в какой-то одной области то есть условно будучи системным аналитиком я вот из своих ребят прям выковыриваю эту историю что они рассуждают только данные и когда я говорю что а вот давайте теперь эти данные перевернем например я не знаю там из простейшие линейные системы мониторинга в какой-нибудь вид представления графа тут все у человека рушится мозг он говорит я не понял чего ты хочешь от меня ну так вот и вот вот эта история она как раз о том что нужно себя приучать и рассуждать с разных сторон вот и самое интересное что вот вот этот вот шаг влево или шаг вправо он может дать вот этот вот якорь с которой можно зацепиться то есть вот бывает так что вот я смотрю на задачу понимаю так вроде у меня вот есть тут описание то-то то я понимаю блин чет не хватает я не могу понять чем не с этим делать и я такой а у меня вот этот заказчик полез я и посмотрел чего на себя представляет и тут я зацепился вот так вот мы в свое время там с аэрофлотом поступили и с некоторыми системами в том числе когда мы понимаем что мы можем себе позволить по полу совершенно по-другому все перестроить так вот давайте дальше двигаться следующая это ответ на вопрос почему именно так это краеугольный камень и такой must have компании моей и вообще моей работы когда я работаю с любым человеком заменяет этот вопрос ключевой причем чем больше мы этот вопрос задаем тем лучше вот ответы на этот вопрос помогают понять основу замысла или смысла вот часто ответ на данный вопрос позволяет погрузиться глубже или разложить первопричины которые являются основой рассуждения ну вот здесь наверное вы очень часто сталкивались с тем что любой вот вы там погрузили задачу что-то сделали дальше показывать промежуточный результат и вам ваш менеджер или клиент говорит а подумай еще вот по подумай еще вот это говорит о том что такая реакция показывает что он ему не за что зацепиться и вы на самом деле если попробуете сами ответить на вопрос почему именно так вы столкнетесь с тем что отчет как-то ну а можно и по-другому действительно вот это позволяет ну как бы шире поглядеть посмотреть дальше начинаем усложнять интерпретация нерелевантного опыта я считаю прям мега уровнем когда опыт из одной сферы получается заимствовать в другой ну например вот у меня была ситуация когда мы делали систему диспетчеризации и вот все системы диспетчеризации они привыкли вот типа карта по ими идут какие-то алерты и вот все другого интерфейса они в жизни видели и вот это именно нужно вот а мы тут сталкиваемся с тем что типы этих операторов диспетчеров и там еще ряд людей они все по сути занимаются заявками ну то есть и у меня первое что в голову приходит то есть там статусная модель такая широкая так далее такой нифига себе ребята давайте канбан тут бахнем вот и вам весь процесс таким образом построим то есть я взял свой опыт применил к ним люди сделали сначала квадратные глаза вообще не поняли о чем речь идет вот дальше когда мы начали взаимодействовать уже бах и привыкли и постепенно эти люди когда уже начали внедрять систему переставали смотреть на карту потому что это мега не информативно вот ну вот такие вот примеры они очень очень хорошо нам позволяет дальше дальше это понять понять ожидаемое и прийти к неочевидному через усложнение пипец какая сложная фраза сам себе удивляюсь на так вот у нас есть я всегда делю ожидание клиента ну то есть это первая задача нам на сто процентов понять ожидание ну то есть что конкретно ожидают вот от решения этой задачи вот и когда я с этим разобрался ну то есть у меня есть уже какой-то результат я прям специально намеренно начинаю уйти уходить в усложнение придумывать что-то неочевидное ну то есть вот прям совсем что-то непростое вот пример тоже приведу делали для на мэра систему пресс-службы и там была история с тем что надо было показать календарь календарь встреч вот и естественно ты показываешь календарь там ну слушайте календарь мы все представляем как выглядит и так далее вот прихожу показывает скучно ну вот что-то скучно вот давайте что-нибудь другое вся команда встает в ступор ребятами начать делать что это значит что это было пух вот вообще непонятно что с этим делать я бы ну кей давайте порассуждаем очень все просто вот у нас есть конкретно какие-то данные например у нас есть понимание о том где бывает собственно наше а мы а давайте сделаем реально на карте покажем вот вот этот календарь в карте еще и с ретроспективы в общем в результате это не очевидное усложнение очень понравилось клиенту вот давайте двигаться дальше то мне надо еще успеть все рассказать дисциплина наш все 30 минут на интенсивный подход дали переключение на что-то простое и понятное реально тут не буду детально рассказывать моим одном из докладов я рассказывал про обезьянок что не надо быть обезьянкой и так далее интересно будет посмотрите дальше практиковать эксперимент который мы сегодня проводили но вот с этими с приложениями на подумать что бесит и как бы я это улучшил желательно еженедельно ну то есть мозг нужно тренировать и формировать привычку поведенческую привычку таким образом ну вы будете тренироваться ну в части гибкости рассуждений а также самое главное вы об этом я очень так скользко проговорил вы уменьшите тревогу при новых задач вот это вот такой момент который важно воспринимать и почти напоследок еще раз пробежимся по всему что же что делать когда погрузиться не получается но надо вот это прям такая как это заметочка справочка можно выписать наклеить повесить перед собой и так значит первое рассуждаем примитивами о сложном примитивно сложным вытаскиваем примитивы второе дисциплина наше все 30 минут сложного напряга дальше нужно отпустить это переключиться на какие-то системные задачи простые интерпретация опыта ну то есть условно из своего какого-то опыта брать во что-то другое в текущую задачу вот тренировка эксперимента понятно значит простое сложное переключение ну то есть от простого к сложному и от ну то есть либо мы упрощаем либо усложняем вот бывает так что и когда вы рассуждаете в упрощении тоже получается здорово но первое куда идешь вот дальше почему именно так ответ на вопрос этот и по сути наша задача выковырить замысел человек данный дизайн это вот такой research ну то есть на с точки зрения там рассуждений в контексте человека в контексте какие у нас есть артефакты тире данные и как мы это можем представить задизайнить там и так причем дизайн здесь ребят подчеркиваю это не прям xui а такой типа аля дизайн мышления но не важно вы что-то визуализируйте ну то есть условно рисуйте схемы не не документ пишите это один дизайн а вы например рисуете mind map это уже другой дизайн вот соответственно и заключение это диалог карандаш примеры ну то есть это уже как мы можем рассуждать вот и ну собственно ключевое пробуйте пробуйте и пробуйте самое интересное находится за гранью вот этого стресса стрессов и страх важно учиться осознавать и чувствовать что происходит с вами в момент когда вы вот ну получаете ну взяли какую-то задачу и вот прям вас вот прям тупняк пришел вот это вот ну ключевой лайфхак вот в работе вот здесь вот нужно вот этот вот момент его акцентировать дальше как только акцентировали пошли вот мою справочку и прям по пунктикам пошли пробовать что-то делать вот и на засыпку так как я как сумасшедший читаю вот я сделал подборку книг очень быстро пробегусь по всем значит эти книги очень разные с разных контекстов я это делаю намеренно не конкретно под решение вот прям проблемы а на то чтобы дать вам широту ну то есть это вот возвращаясь к пункту когда вы берете референсный опыт из другой совершенно сферы вот и вот мне очень сильно помог в рассуждениях талиб в части антихрупкости и это прям очень любопытный мужик прям вообще мега любопытный еще он очень пишет таким короче шалит он по полной программе но очень классно мне нравится очень серьезных вещах очень серьезным языком но с очень несерьезными шутками вот астервальд по сравнению по сравнению построение бизнес модели я вам рекомендую вообще в принципе вот эту книгу не то чтобы прочитать а самое главное попробовать вот это очень прикольная штука джонсонс платформа это с точки зрения вообще понятия платформенность их платформ создание платформ вот гилмор экономика впечатлений вообще перевернул мое впечатление о том как надо строить взаимодействие с клиентами и как чего кэмп сначала скажи нет это к тому что типа мы всегда должны найти компромисс он говорит ни хера компромиссов не существует и любопытная книжка вполне себе пинг что на самом деле нас мотивирует быстро и клевая чтиво на то чтобы понять что у вас в мотивации наоборот тормозит фил найт продавец обуви пипец как он прошел через это я вообще себе не представляю я читал и через каждый буквально там голову я понял ну блин сейчас вот он должен умереть но вот но сейчас с ним что-то должно случиться и ничего и это проходило все десятилетиями там просто с ума сойти вот шер продавая счастье запас ну прям тут вообще слов нету на моих ребят это очень сильно книжка повлияла а дорофеев путь джедая мне понравилось больше чем первая книга давайте закидывайте меня помидорами вот и леви пиксар это то как на производственные процессы на компанию повлиял вообще финансовый директор который никак к производству не относится это очень классная книжка которая мне прям тоже очень понравилось вот ну и в конце давайте все-таки зажигать вместе вот все у нас получится и не бойтесь сложный задач я закончил все заходят и и Продолжение следует...